Эти 11 ребят учатся в разных школах Балакова. У них разные интересы, но есть то, что их объединяет – это учёба в энергоклассе «Русгидро». В течение трёх лет школьники, которые планируют связать свою жизнь с энергетикой, посещают дополнительные занятия. Преподают в энергоклассах не только лучшие педагоги школ города, но и практики – сотрудники Саратовской ГЭС. Наши сотрудники, которые приходят и преподают, те экскурсоводы, те работники, которые проводят МАШ-зале, им экскурсии, конечно, им рассказывают о профессии. И, как говорится, происходит у них уже на этапе к 11 классу, уже происходит вхождение в профессии. Это вот основа нашего проекта от новой школы до рабочего места. Сотрудники Саратовской ГЭС и ученики энергокласса становятся настоящими партнёрами. Поэтому и выпускной школьников проходит на гидростанции. По традиции ребятам сначала проводят экскурсию по музею, где собраны уникальные экспонаты и важная информация о строительстве и работе Саратовской ГЭС. Конечно, многие факты школьники изучали на уроках по истории гидроэнергетики, но всё-таки каждый из них слушает рассказ очень внимательно. Вначале вырыли котлован огромный. Для этого возвели перемычку сверху и снизу, для того, чтобы вода из Волги не попадала в котлован. Вырыли этот котлован, укрепили дно, возвели тело гидростанции. Оно у нас совмещено вместе с плотиной, то есть это и плотина, которая держит напор воды, и одновременно станция, в которой смонтировано 24 гидроагрегата. Закончились работы, после этого взорвали перемычки сверху и снизу, вода хлынула в котлован, стала проходить через гидроагрегаты, они заработали. А после этого естественное русло Волги, которое проходило вот здесь, было решено засыпать земляную плотину. Какая теория без практики? После музея школьникам предоставляют уникальную возможность посетить машинный зал и услышать из уст специалиста рассказ о том, как где-то внизу крутится колесо турбины, вырабатывая электричество. Эти знания ребятам пригодятся во время интеллектуальной игры, которая тоже стала своеобразным символом выпускного вечера гидроэнергетиков. Ученики энергоклассов из нескольких городов страны одновременно приступают к ответам на вопросы. Она будет состоять из четырёх туров. Перед каждым туров будет графское описание того, что у вас ждёт. Все вопросы касались так или иначе, конечно же, энергетики. И на многие из них балаковские школьники ответили с лёгкостью. Но некоторые задачки заставили ребят поломать голову. В итоге одна наша команда заняла второе место, другая стала пятой. И эти результаты – итог упорной учёбы в энергоклассе. По физике у нас был замечательный преподаватель, которому я очень благодарна. Он очень интересно объяснял все темы. Ну и вообще в энергоклассе темы объясняются очень интересно и подробно. У учеников энергокласса есть возможность съездить на летнюю аналитическую школу. Я ездил на ЛЭШ 2018 года в Новосибирск. Там на протяжении двух недель мы изучали физику, математику и электроэнергетику. Энергокласс мне помог. В принципе, я хорошо сдал экзамены. И меня это подтолкнуло к выбору профессии с энергетикой. Участвование выпускников энергоклассов прошло одновременно в шести регионах России. В Новосибирске, в Новочебоксарске, в Балакове, в Волжском, Кодинске и в Хакасии. В общей сложности сертификаты, обогончания проекта и памятные подарки получил 91 выпускник. Хороших вам экзаменов, отличных экзаменов по ЕГЭ, успешных поступлений в те вузы, в которые вы наверняка уже наметили. Вот не меньше 230 баллов каждому результатов ЕГЭ. С каждым годом желающих связать свою жизнь с энергетикой становится все больше. Так, после первого выпуска профильные специальности выбрали всего двое ребят, а из третьего выпуска – половина учеников. В этом году уже две трети выпускников энергокласса «Русгидро» собрались поступать в институты на энергетиков. По общей статистике, 80% ребят, прошедших обучение в энергоклассах, выбирают технические и энергетические вузы, лучшие в стране.